Я бы еще хотел с вами послушать сингл Ян Бэнса, потому что Ян Бэнс это один из немногих трэп-артистов, которые, ну, хороши, не знаю, у него есть свой вайп, меня это прикалывает, и я готов его прям слушать на серьезных щах, хотя кто-то может сказать, что ты долбоеб, что ли, вот, но я его еще просто со времен Тентасиона, помню их совместного фичера с ним и со Ски Мэском. Давайте заслушаем Ян Бэнса, узнаем, что он хотел сказать своим синглом Who Won't Smoke. Ну, припев, ну, припев, от припева я, наверное, ничего большего и не ожидал, потому что это Ян Бэнс, у него обычно просто репетится некоторое какое-то абстрактное слово или выражение, а затем уже как-то раскрывается по ходу трека то, о чем он хотел сказать, но, тем не менее, пока, честно, его завывание, я так понял, это не сэмпл, либо есть такой сэмпл, но он его просто перепел, и пока что это звучит, ну, типа, завывание странно, бит хороший, сам, вот, драмка, типа, доп-звуки какие-то, они прям хорошо звучат, послушаем, что дальше будет, но пока вроде нормально, но не супер прям, типа, я бы это даже не добавил, но так, типа, если оно попадется в плейлисте, то почему бы и нет, в принципе, вот такое вот. Говорит, типа, ребята, ну, давайте я упрощу прям максимально, как я это воспринял, типа, ребята флексят до тех пор, пока им не станет больно, типа, пока их буквально не, ну, кто-нибудь не взъебет, да, то есть, пока их не изобьют, пока их там не еще что хуже, да, то есть, мы это все осуждаем, но, тем не менее, смешная строчка, типа, да, ну, реально, многие выпендриваются до тех пор, пока им не станет плохо, вот так вот, да. Тяжела жизнь рэпера нынче, вас могут просто ебнуть за то, что вы сказали это, поэтому я бы на месте Ян Бенса бы осторожнее с такими строчками был. Еще остановочка, он хороший флоу выбрал для этого трека, какой-то он прям такой, сам по себе флоу грувовый, качевый, поэтому ты невольно начинаешь головой качать под этот бит, под эту читку, и все очень органично звучит, но, тем не менее, пока это не тот трек, который я бы добавил себе именно в плейлист на постоянное прослушивание. В целом, я его лайкну, он мне нравится своим легким вайбом, но я бы его не добавил на постоянное прослушивание, а так, типа, где-нибудь рандомно, чтобы он залетел, я не против, он классно звучит. Трек достаточно веселый в определенном смысле, есть панчи смешные, по крайней мере, один мы уже схватили, вот, если в текстах читаться, мне кажется, там можно побольше всяких разных строчек таких понтово-смешных найти, поэтому, да, он прикольный, он развлекательный, он хорошо зашел, наверное, но я не думаю, что это будет прям прорывом для Бенса, потому что у Бенса очень много других реально крутых работ, и это не Eye to Eye, это, например, Lonely с Lil Skies, это, например, я не знаю, Raiden с Вайбеномиром, хотя, смотрите, кстати, оно выбилось в популярные треки, но это последний сингл, он долго ничего не дропал, поэтому, поэтому, да, вот такие пироги. Ivoxygen Dejavel, поехали. Нихуя! Короче, что мне сходу нравится в этом треке, это такой приятный Distortion. Есть такие треки, когда Distortion очень сильно режет слух, потому что высокие частоты пробираются наверх, и баса смягчающего все в основном не слышно. Здесь имеется все и сразу, тут как будто бы средний так идет, типа, и верхний, и нижний, они друг друга поддерживают, тут прям классно, атмосфера тоже очень крутая, очень погружающая в себя. На самом деле это хороший трек, мне кажется, где-то для поездки там вечером домой, с условной работой, быть более приземленно мыслить в этом плане. Вот, так что, да, трек пока, ну, я его уже лайкнул, он мне очень даже понравился. И его прям можно в какой-то, допустим, тематический плейлист добавить. Я так понимаю, что это, ну, вроде бы девушка на вокале, но может быть и нет. Возможно, это сэмпл, опять же, какой-то, допустим, вокальный. Ну, да, видимо, ну, эстетика достаточно такая, я бы сказал, больше к пацанам. Вот, поэтому, да, но тем не менее, очень круто сделанный сингл, классный, просто пиздец. Ну, собственно, прослушивание, они как бы сами за себя говорят, лям 920, с нихуя не берется. Но есть такое ощущение, что этот трек под какую-то прям лютую депрессуху. Вот, то есть, если, ну, вот, на самом деле, если с плохим, ну, не с плохим, а с подавленным, грустным настроением включить, мне кажется, зайдет на ура. И оно, возможно, даже снимет это настроение. Потому что зачастую такие треки так и работают. И чем они грустнее, тем больше шансов, что они тебе помогут, нежели усугубят ситуацию. И вот этот вот эффект, который, типа, вааа, ну, и в эхо уходит вокал, и потом уходит в такое плавное выпускание из трека просто. Ну, супер вообще. Очень крутой трек, очень атмосферный, советую вам его добавить. Правильно же, да? Joey, ага. Joey got. Так. Так. Ух, текст лучше, наверное, не читать. Оно мне напоминает, короче, участника спайдер генга. Fourteen, по-моему, у него никнейм или что? A-A-Fourteen, он его напоминает, не знаю почему. Из Шарити, кто это такой, наверное, вы тот же вайп словите. Ну, короче, трек, ну, я его, конечно, дослушаю, но он мне, как бы, ладно, давайте будем честны. Он мне не заходит, потому что мне конкретно здесь не хватает скрима вокала, какого-то гроулинга тяжелого, не знаю, что-нибудь. То есть бит, он прям, сука, трэповый, тяжеловесный такой, с немножко наплывом такого трэп металла, да? Но конкретно здесь вот отличительных черт этого стиля, их тут как будто нет. Поэтому я его не добавлю, но я его дослушаю. Он, ну, с одной стороны, прикольный, но с другой стороны, не хватает мне здесь вокала жесткого какого-нибудь. Да, трек такой разъебненький, он забавненький. Ну, мне он показался достаточно забавным. Так, так, хорошо, мы его послушали. Я дико извиняюсь, но тут минус, но он смешной. Ну, типа, ну, блядь, я, типа, не хочу оскорбить вкус чей-то. Ну, просто он мемный, реально. Так, метро бумин. Метро! Метро бумин. Коллин. Не слушал, хотя я метро знаю, слушаю и люблю всей душой. Но сейчас мы заценим, чё это за трек такой. А-а-а-а, вот оно чё. Ну, свой ли сразу вокалом забирают, он пиздец хорош. У него, я не знаю, какие-то супер природные данные к пению. Очень талантливые типы. Так что, да, мы их заценим. Короче, трек хороший. За исключением вот этого и вот этого. Ребята справились так себе, а свой ли вытянул, как всегда, вокалом он любой трек вытягивает на изи просто. Так, Мэнден пишет, парижане очень креативные, полностью согласен. У них, блядь, да это пиздец. И вот типа все холили и лелеяли группу Брокхэмптон, потом Эйджи Клаб, но на самом деле вот этот дуэт типов, блядь, из, ну, Пэрис Тексаса, они просто ебут их, блядь, я не знаю, на 9 километров вперед. Блядь, они их просто в соло вытаскивают. Свей ли в соло. Факт, факт, реально. Да, в общем, по этому треку такое мнение. Двигаемся дальше. Сейчас ебашим на ютуб, плюс-плюс. Так. Да ёбаный. Не он-то и выпустил клип на совместный трек с Эрлом, Элька 100 и Майком. Ёбаный сыр. Давайте смотреть. Только после того, как мы послушаем Пэрис Тексас. Блядь, чё с Эрлом? Он такого никогда не делал. Камон. Он не выпускал столько материала разово. Никогда. Уф, бля. Так. Сейчас будем смотреть Пэрис Тексас. Буллетмен. Поехали. Блядь. Тут по-другому и не скажешь, бля. Так и есть. Я бы так же отреагировал. Пиздец. Кстати, что забавно, типа, один из участников дуэта упал, но они при этом здесь двое стоят. Если заметили. Ставим лайк, подписываемся на канал. Ладно, шутка. What the fuck? Bro. Oh my God. Cut the fucking cops. Oh. Я вот от них только Heavy Metal видел клип. Да, там тоже крутая задумка была. И, по-моему, его там тащат по асфальту. И это еще тоже отсылается к Джину Доусону. Может, он это позаимствовал. Может, они выпустили позже. Но, по-моему, нет. Хорошо, что не изменяют себе. А. Ну и та, и другая работа одинаковая охуенно. Хорошо, что не изменяют себя в подаче. Это факт. Это факт. Если они начнут дропать какую-то второсортную хуйню, я от них отпишусь на Ютубе. Честно. Блядь. Такая угроза. Пиздец. Вообще, на самом деле, Paris, Texas очень интересно всегда смотреть. Именно у них эстетика пиздатая. Ебать, меня пять человек смотрят. Такое, что существует. Бывает. God damn. God damn. Спасибо всем, кто смотрит. Ахаха. Гигант мнений. Да, да, да. Блядь. Отпишусь нахуй, если вы тут будете какую-нибудь хуйню выпускать. Ладно, смотрим дальше. Бля, знаете, кстати, когда он упал, что мне это напомнило? Типа, где этот момент? Что? Твою мать, блядь. Че в адеце происходит? Че в адеце происходит? Это нахуй мое любимое, блядь. Твою мать, блядь. Твою мать, блядь, 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 блядь. Сука. Блядь, идеально нахуй. Давайте по списку. У нас тут плюсик очередной. Сейчас можете заказывать свои треки. Пока что мы сейчас посмотрим с вами новый клип неонтый на трек Real Hip Hop. Потому что он вышел буквально вот-вот. Жду, брат. Блядь, я постараюсь. Так, да, мы его посмотрим. Вы пока заказываете свои треки. И это... Будем дальше слушать. А пока... Неонтый, Real Hip Hop с Эрлом Светшортом, Элька 100 и Майком. Поехали. Уф, блядь, а что за бас? Самое ебало сразу. Блядь, вы че? Ебать, как это стильно все пока смотрится. Дайте, да? Дайте, бля, огонечек нахуй этим ребятам. Блядь, я этот трек добавляю. А когда он вышел, я этого вообще не слышу. Бля, какой вайп, я ебу. И у него при этом очень флоу сейчас похож на The Looper's. Очень сильно. Когда он вышел, блядь... Не знаю, не видно. Сука. А, видно, возможно. Где? Вот тут. Бля, не видно. Неонтый на Танкей подписан. Вот вам, пожалуйста, да? Авторы, вам, пожалуйста. О, как? Его реально Неонтый зовут. Неонтый Хиггс. Шраут Неонтый Хиггс. Блядь, как ебашит. Вообще лютый тип. Пошел ты нахуй, блядь. Нельзя такие треки ему выпускать. Это вообще, блядь, какое-то ебаная пиздало. Слова, блядь. Хуеть. Пиздец. Я его на таком бете не слышал со времен Винтера Нью-Йорка, где он на трэп бит зачитал. Блядь. Это вообще когда такое в последний раз, блядь, было? Блядь, даже говорить ничего не хочется. Он хорош, нахуй. Сука. Блядь, меня еще радует, типа, рандомный монтаж всего, нахуй, что происходило за этот день. Ну, даже за вечер, получается, они там в темной локации стоят. Сука. Блядь, я вообще не могу. Парни из хуйни могут сделать просто шедевр ебаный. Пока все выложились на все сто. Да, блядь, выше ста. Не он-то и так не... Да, блядь, никто из них не делал подобной музыки, вот, в последнее время. И это очень-очень удивительно, на самом деле, правда. И, блядь, я очень сильно раскачался под этим треком, пиздатый, капец. Я его заслушивать буду. Советую вам его тоже добавить к себе в плыри. Бля, Николас Таффорд Брикс, ты просто охуенный чувак. Пиздец, это... Вообще, слушайте, это очень круто. Это Лукас. Это вообще ебать. Во-во-во, I wanna hear Mike firmly hit the sound on the whole album. Реально, блядь. Хочется, хочется прям такое получить. В 4... В 4К, блядь. Сука. Я хочу это, блядь, смотреть. Я прям хочу это смотреть. Давайте это смотреть. Vamos ver, atenção, Асту! Atenção! Não é com vocês ou é lá em cima? É lá em cima? Vai! É lá em cima, ó 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 em cima, Режьте клипы, пока я могу это делать. Ладно, всё, хватит. Бля, это было волшебно. Я этот трек добавлю в плейлист, я этот трек буду гонять ежедневно, но повторю, он мне очень понравился. Я даже забыл про этот трек, он же охуенный просто. Давайте сразу скажу, что это один из лучших треков с Блэнк Фейса. Просто охуенно. Наряду с треком с Винсом, наряду с ещё несколькими. Я просто полностью уже треклист не помню. 7 лет назад вышел клип, соответственно и альбом. Но тем не менее, вообще охуенно. Снято просто безукоризненно, круто. Тут не приебёшься ни к чему. Это фильм, это не official music video, это фильм. Блин, тут кроссовки у Кью, конечно, пиздец. Типа, чё за big red boots, блядь. Но я понимаю, что это либо Джорданы какие-то. Единицы, походу, кастомные. Возможно, с Супримом в коллабе. Но, типа, чё-то как-то безвкусно. Ну ладно, это уже так доёбки какие-то. У них ещё стойка такая. Цыпочки. Да, да, да. Вот, честно, у этого типа слева кроссы пизжи. Это Джорданы, только хуй знатки, но они крутые, бля. Они крутые. Может, это и не Джорданы. Ну, вроде Джорданы, похуй. Вот у него, вот, скорее всего, единички какие-то коллабистые. Но чё-то как-то хуйня. И вот эта вот цыпь тоже, блядь. Ну ладно, ладно, ладно. У него эстетика такая. Как говорил... Как говорил Сергей Симонов. Ладно, 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 ладно. Бля, нет такого, что вы просто сейчас наблюдаете, как будто бы вот вы зашли в GTA 5 онлайн, и вот у вас там похожие пейзажи. Вот прям, сука. Ну, сука, неужели... Это же LA по-любому. Неужели в LA так красиво, блядь? Ну, неужели? Вот смотришь отчёты всяких блогеров, там, блядь, не знаю. Преступности, пиздец. Наркоманов осуждаю, пиздец. И всякого подобного. А потом смотришь клипы к Ю, и такой, блядь, как красиво. Чё за хуйня? Ещё клёвая идея, то, что всё снято с одной камеры, которую просто приебашили, блядь, на этот... На вот эту вот присоску, блядь, к кузову автомобиля. Очень пиздато сделано, на самом деле. Я таких ходов, по-моему, не видел в клипах, что приварили, блядь. Потом, сука, через 10 лет, блядь, не отдерёшь, нахуй. Теперь за 4 тысячи можно авто продать. Это же, это же тоже не пятёрка какая-то раздроченная. Ну, раздроченная машина, но не настолько сильная. Ну, даёт, блин, груви кью. Не только меня расстреляла, я всего лишь стример с пятью зрителями в данный момент на Твиче. Так ещё и напердел в конце. Ну, сука, даёт. Тут мы подписочку оформим быстренько. Да, слушайте, ну, блядь, да тут не доебёшься, он прекрасен. Клип прекрасен, трек прекрасен. Охуенные ходы в плане музыкальном. То есть вот это вот вплетение духовых, в конце распевный вокал охуительно звучит. И всё это подкрепляется таким же видеорядом, который соответствует треку. То есть, ну, настроению трека, да, атмосфере трека, когда даже погода, блядь, подстраивается под теплоту, атмосферу какой-то трека, это охуенно. Вообще очень круто сделано. До мельчайших деталей продуман этот микрофильм. Короткометражечка, назовём её так. Вот, даже увезли машинёху с камерой, да. Да, машину увезли, блядь. Эй, сэпроки, бабушка бой. Красивейший клип. Перед тем, как мы продолжим, я прошу вас подготовить свои рули, я прошу вас завести свои тачки, я прошу вас пристегнуть ремни и подготовиться к лютому педалированию и фонку. Фонк! Так, ладно, давайте прежде чем продолжить, какого хрена субтитры включились? Прежде чем продолжить, мы сейчас немножко, я вам покажу, что у меня в голове в этот момент. Давайте, да, как бы брать не будем, у всех это в голове, наверное. Титры, конечно, это же разъёв. Ну что, мы послушали. Ну, понятное дело, это плюс, потому что тут другого ничего быть не может. Трек огонь. Этот, господи, клип просто волшебство, реально очень сильно Уэсом Андерсоном отдаёт. Мне кажется, что Рокки спиздил идею у Тайлера. Наверняка Тайлер думал уже в тот момент о своём альбоме Call Me If You Get Lost. И, скорее всего, они это обсуждали, и поэтому, возможно, Рокки просто такой «Уплю, а так же хочу, типа». Поэтому я думаю, что это где-то в той стороне надо рыть, искать инфу. Ну, а мы сейчас слушаем и смотрим абсолютную классику. Абсолютную классику для всех на этой планете, мне кажется. Все слышали и слушали это. Трек. Все его знают, все его ждут и все его любят. Это Candy Shop от 50 Cent. Величайший трек. Но не очень клип, на мой взгляд. Ну вот и посмотрели. Слушайте, ну да, ностальгия хорошая. Но мне никогда не нравился этот клип, на самом деле. Ну, в нем есть определенные изъяны, но в целом для того времени, конечно, круто. Плюс я поставил, понятное дело, за трек. Клип мне так, типа. Ну, так, типа. Вот. Поэтому... Поэтому что? У нас еще с вами полчаса впереди. Это у нас интересная такая штучка сейчас будет? У нас тут с вами... Давайте я добавлю, да? Раз. Два. Три. Блядь, сколько там букв R? Пять, что ли? Господи. Два. Три. Да. Раз, два. Раз, два, три. Вот. Так, мы сейчас слушаем Animal Jazz. Три полоски. Пророк санбой. Искусственный интеллект. Ковер. Давайте слушать. Где звук, блядь? Да, блядь. Много не упустили. Бля, учитывая и зная бэкграунд про рока санбоя, эта песня, во-первых, ебать, как подходит под AI-кавер с его голосом. А во-вторых, очень грустно за ним. Блядь. Мне его прям жали, реально. Ну, у него просто кукуха двинулась в определенный момент. Ох. Тяжелая судьба у человека. Ждем видосы от Швеции. Швецу. 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 Шватаут. У него очень крутые документалки про нижний интернет. Ждем, соответственно, про пророка санбоя. Я думаю, это будет разъеб. Мы, может, даже на стриме это посмотрим вместе все. Вот. Да. Слушайте, блядь. Не. Спасибо за заказ. Это так реально классно и грустно. Это очень круто. Да, сука, в то же время это дико смешно, блядь. Вот это вот матч. Блядь, я не могу. У него просто такой темп здесь смешно и выбрано. Вернёт и оставит бой на потом. Точно ещё повезёт степло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте я скину ещё раз в чат название песни, чтобы вы могли лично заценить этот прекрасный AI-кавер. Зайди в знакомый подъезд, поднимись на восьмой этаж. Смотри, как солнышко есть, этот мир он уже наш. Скоро наступит синтем СМС он пришёл пароль. О, да, тянет тебе новую любовь. Шинцы порезаны лето, три полоски наденых под тёплым дождём. Ты снова лучший сега, дачу маму билеты мы переживём. Шинцы Байбл Тампа за пророка Санбоя в чат. Байбл Тампа за пророка Санбоя быстро, быстро, Байбл Тампа. Ты снова лучший всех, а на чем нам привет, и мы переживём. Как же он ебашит, как же он хороший. Лишь Несколько слов могут убить, но если веришь в любое, стоит ещё жить. Несколько слов смогут убить, но если веришь, любовь стоит ещё. Рок-н-ролл дачу мабу билет и мы переживём. Шин сыпает за билет на три полоски на тек как под тёплым дождём. Ты снова лучше всех, когда дачу маму билет и мы переживём. Прекрасно. Это, блядь, великолепно. Спасибо большое за заказ. Это было круто. Блядь, это реально клёвый кавер. Это реально клёвый кавер. Слушайте, и у меня, конечно, тут пять человек, но, бля, навалите чуваку лайков нахуй. Реально круто сделал. Давайте его поддержим, как только можем. О, очень слезоточивая штука. Жалко пророка Санбоя. Очень сильно жалко. У него могло всё гораздо круче получиться. К слову, о пророке Санбоя, перед тем, как дальше перейдём, есть, господи, неправильно написал, есть такой канал, как Швец. И у него есть огромное количество документалов, ну, не документалок, а разборов просто творчества, если так можно сказать, ребят из нижнего интернета. Скоро у него выходит некоторая документалка про пророка Санбоя. Он дропнул тизер. Давайте я вам его покажу. тизер. вы прослезитесь, пожалуйста, Библ там повчат. Вот. А сейчас посмотрим, просто чтобы вы понимали, насколько чело ебать хорошо передаёт атмосферу всего пиздеца в жизни людей. Он ебать хорошим психологом мог бы быть. У меня главный принцип в жизни давать людям радость. И они радостью ответят. Вот, я так считаю. Наконец-то люди разных народов поют со мной вместе. Скажи, пожалуйста, а что питает твою живопись? Солнце. Где газета наперебой? Даже, блин, санбой заплакал от твоего доната. Господи, спасибо большое. Ебать, вы чё? Хлеб бомболейла дальше будет? Ёбаный рот. Блядь, спасибо за донаты большое. Вы чё делаете, чуваки? Вы чё делаете? Так, Сантьяго. А, да, здесь мы поставим плюсик, потому что это круто было. Так, после этого ссылка. Давайте сразу добавлю. Ага, ага. И добавлю в список и продолжим смотреть и потом слушать. Так, 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 если у вас когда-то будет выбор покупать полноценную клавиатуру или 60%, то не берите нахуй никогда 60%, просто знайте это. Вот, да, у нас дальше помба помба лейло и после этого у нас еще один AI кавер пророка санбоя. Вот. О, блядь, ну вы, конечно, нахуй, деньгами-то так не раскидывайте. Спасибо большое, блин, за донаты, ё-моё, блядь. Так, продолжаем смотреть этот... Ух, как тяжело. Потерял отца. Безумно тяжело от ваших донатов. Пиздец, как тяжело. Мне жаль, что вы тратите деньги. Не тратите деньги. Ух, как тяжело. Потерял отца, потерял друзей. Что-то страшно. Мало ли какие проблемы, мало ли что. Не надо бросать, это твоя жизнь, твоё тело, твои руки. Жизнь продолжается, тебе мать доложи. Рук кто-то даёт уверенность у людям, уверенность. Круче, чем фильм Ви. Поэт должен быть раскрепощен, да? Вот она, как рождается песня. Щуки. Вот она шокерная женщина. Просто племя здесь какая-то. Я никогда без баб не бываю. Чистая радость вам в интернет. У кого нет чувства юмора, тот никогда это не поймёт. Юрий Прокопов. Прокоп. Юр, а куда ты? Не считаю Пушкина поэтом. Это и есть поэзия. Дикие лебеди. Они себя считают рок-музыкантами. Киркорова-то чмо. Голоса нет у Маликова. В океане-не-не-не-не-не-не-не. Блядь. В океане-не-не-не. Ну, блядь, ну скажите, что это волшебно Хлеб бомбалейла По колористике реально заебись Да и, блядь, оно опять смахивает на фильм Уэса Андерсона Любой, примерно Очень сильно Вот конкретно этот кадр, например, отсылает на отель Гранд Будапешт Пиздец В частности, по колористике Ну, картинка ебать сочная Очень красивая Почти Томми Кэш Ну да, Саня на него похож Вот вы думаете А каким образом появился в клипе Дима Бамберг? Или же Шок? Я тоже в шоке Если чё, я не знаю, чё с камерой и чё с соединением с интернетом Вроде как должно быть всё нормально Но почему-то всё лагает Меня съедают какие-то, блядь Лужи из блюра заднего фона Ебать Ебать Всё, всё работает Всё клёво, всё работает Пиздец У тебя пиздец рассинхрон По голосу Да-да-да Вот да Типа Вебка прыгает Жёстко Экран съел Да, блядь Чё вы на эту ночь Гараете Сука Бля, шесть зрителей Это ебать Топовый онлайн Топовый онлайн Советую Зафоловиться на мой канал Чтобы быть в курсе Всего самого актуального Вот Так Чё, мы посмотрели Бомбалейлу Я ставлю ей плюс за клип Это очень красиво снято Но минус за трек Потому что мне не нравится Такая музыка Ну реально Мне Творчество хлеба Вот в последнее время Прям хуйня На мой взгляд А ранее Было клёво реально Типа, когда они На трэпбиты читали Хоть это и было Типа, с Выстёбыванием Юмором Но это было смешно Реально И Качёва при этом Он лаун Так, сейчас мы смотрим Эпидемия Чеканной монеты Это заказ от Доры И после этого У нас Артур Пирожков Блядь Я в шоке просто Давайте смотреть Чё Сначала Пророк сам Бау Так Так Тот ли это кавер Давайте я лучше Наверное Открою по ссылке Чтобы Да, это тот кавер Ладно, всё Так А спать когда? А вот не знаю Видимо мы сегодня Не спим, ребята Давайте слушать Однажды скромный Баб Покинял свой причал Отправился в путь И ведьмака повстречал Тот героин Белый волк По нём я буду петь Что дьявольских эльфов Сумела довезть Когда они пришли Решить меня скупить Распив свою людню Пытаясь убить Когда злобный вес Стоял Ладно За мной Тот героин Тот героин Оскрипнут Викторий, братец Постой К детьмаку заплатите Чеканной монетой Чеканной монетой О-о-о-о Детьмаку заплатите За что за всё это Разъём Ераль Охуел Реально Дымовую завесу Для пророка Санбоя Реального из реального Блять Мне страшно От рифм На букву С На окончание Очень страшно Жтём Сделай нарезку На ютуб С хайлайтом И стрима Это легендарно Попробуем Как душевно поёт О, так тебя Артём зовут Да, меня зовут Артём Детьмаку заплатите Чеканной монетой Чеканной монетой И ну-ка Ведьмаку заплатите чеканной монетой! О-о-о-о! Ведьмаку заплатите за все это! Блять, онлайн держится 6 человек! Кто тоже это смотрит помимо нас, с вами, ребята! Ведьмаку заплатите чеканной монетой! Сейчас в топ-квича залетимся, да хуйня не отвечает. О-о-о-о! Ведьмаку заплатите за все это! Разъебал просто, убил нахуй, уничтожил, осуждаю, уничтожил просто, уничтожил просто, башка моя, просто махуй после этого трека, блядь. Ух, пророк, ух, санбой, что ты делаешь со мной, ёбаный ковбой, ох, дурак ты солевой, ох, ты бард лесной, чёрт ты чудесной, блядь. Блядь, Даша, спасибо, нахуй, за рекомендацию, я ебу, блядь, это флейлист, сука. Ух, блядь, ух, блядь, чё мы дальше делаем, ёбаный рот, чё у нас чё будет, Юэль. Ах, ребята, блядь. Ничё не нужно, брат. Нежные поцелуи, не подходи, плачь, детка, я не ревную, слёзы твои для меня главная награда. А плачь, детка, плачь от любви, большего не надо. Мне ничего не нужно, только плачь, слезами напиши мелодию дождя своей любви. Мне ничего не нужно, только жди, я тебя спасу, не дам тебе опять с ума сойти. Реки любви. Так точно, ты не купался в этом дерьме, блядь, я надеюсь, меня не забанят, нахуй. Осуждаю вот это вот. Я же голосую, это пудрюшко. Блядь, вы заметите, ох, какой он красивый. Пиздец, блядь, я не могу, нахуй, давайте чат почитаю немножко, чтобы от этого отойти. Блядь. Пиздец. Нейрон как кринжует. Звуки еды, легенд. Если миллионы скажут, я отвечу. А-а-а, караоке, слезы твои для меня лучшая награда. Эх, так точно. Да, да, ладно, ладно, ладно. Артем в молодости, не ковер, а, и ковер без и. Бля, есть такое ощущение, кстати. Я живу с Артемом пирожком, сука. Стоп-кадр, да, да, блядь. Этот куда, а этот, блядь, куда. Пиздец, этот же, блядь, и в него поднород перевернутый, дохуй, я не могу, блядь. Один на нас, другой на Кавказ. Да что, сука, с его ебальником? Не так, блядь, я не могу. Ами, напиши мелодию дождя своей любви. Мне ничего не нужно, только жди. Вот вы думаете, почему там была такая персона? Возможно, Артур Пирожков смотрел в будущее и опередил свое время, выпустив такой клип, очень, очень адекватный, все правильно показывающий, что в мире много людей, и всех нужно уважать. Тем не менее, он ушел от него. А почему? Потому что нельзя заходить к людям без предупреждения. Он же зашел даже без стука. Понимаете весь уровень этикета этого человека? Этого артиста? Причем с большой буквы А. Понимаете? Запомните его таким. Вот. Вот. Блядь. Вот таким. Вот таким, нахуй. Сука. У Пирожкова есть только нижняя челюсть, и это факт. А, блядь. Вот пиздец прогрессивный клип. Современный, и это еще раз доказывает, что это бессмертная классика. Я полностью с тобой согласен, Вероника. Не подъебал, а выпал, блядь. Я спасу, не дам тебя, опять с ума сойти. Ничего не нужно, только плачь. Блядь. Они сейчас в локации, как будто, знаете, в Скуби-Ду были сцены, где они бегали из комнаты в комнату. Скуби-Ду, 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 бегают, допустим. Блядь, Скуби-Ду, комнаты. Да, сука, а где найти этот момент? Блядь. Ну ладно, хуй с ним, вы же все равно все смотрели Скуби-Ду, блядь. А вы помните, что они там бегали из комнаты в комнату? Ебать, нас уже семь человек. Вы понимаете, что мы натворили? Мы уже весь твич перевернули вверх дном, сюда люди заходят и смотрят, блядь. Закажите Скуби-Ди, умоляю, одни Скуби-Ди туалет. А чё, кстати, качества нормального нет? Почему, блядь, 400? Ты, еблан, нахуй. Извиняюсь, я осуждаю себя, потому что это нельзя так говорить. Два миллиона сто сорок тысяч человек, и он не удосужился, блядь, HD-качество выложить, сука. И вот опять же, смотрите, он показывает, что он помогает людям. Вы видите явно человека с проблемами в здоровье определенного характера. И наш уважаемый артист с большой буквы А помогает, помогает. Он берет еду, пробует ее, чтобы в ней не было различных добавок с буквой Е, чтобы в них не было различных глютаматов, натриев и пальмового масла, чтобы там было исключительно натуральное, растительного происхождения, различная пища и добавки. Поэтому запомните, что Артур Пирожков не только артист, он еще и психолог, он еще и диетолог, а также, ко всему прочему, человек, который уважает всех и вся. По этому клипу это очень видно. Я надеюсь, вы считываете мой сарказм. Ладно, остановим, потому что они очень вкусно обедают. Ты просто талант забыл про апскейл. Блядь, реально нахуй. Сука, выпустите кто-нибудь ремейк этого клипа в 4К апскейле. Так это на Сименс снято, лол, стоматолог, блядь. Видите, о чем я и говорил, девушка не сдержалась, она продолжила кушать, хотя этого не стоило делать, явно с ее проблемой здоровья, согласны? То есть Артур Пирожков старался, но, к сожалению, даже его помощь не помогла. Не нужно только жди, 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 жди. Блядь. Это мы промотаем, извините. Спасибо. Так, я не буду ждать конца, вдруг он там расстегнет свои женские груди, блядь, а мне оно нахуй не надо, мы уже запалились, надеюсь, меня за это не забанят. Как таковой обнаженки не было, это боди-арт, броу, это боди-арт. Блядь. Осуждаем сису, сисин-дупалы, да, полностью согласен. Блядь, спасибо, спасибо большое за донат и за трек, это было охуенно, я так не веселился давным-давно. Клиппин, all in your head. Поехали. Если вы заметили, тут охуеть какая работа со звуком, саунд-дизайн просто пиздец. И еще и видос, блядь, сколько тут сцен, сколько тут кадров красивых, это пиздец. Фух, блядь. Фух, блядь. Атмосфера дико напряжная, потому что концепция альбома была в том, что это альбом на Хэллоуин. То есть там очень сильно сплетались, ну вот, например, справа, если вы видите, под моей камерой, сейчас я выключу быстренько, вот эта вот превьюшка, Nothing is Safe, она как раз отсылает к Майклу Майерсу, к фильму Хэллоуин. То есть альбом, он что по звуку звучит, как сборник старых, допустим, слэшеров, что по визуалу он достаточно очень сильно близок к этому. И, блядь, честно, это один из лучших, буквально лучших альбомов в моей жизни. Я так до сих пор и не купил себе винил этого альбома, но пиздецки хочу. Я вот этом, надеюсь, будет мой следующий винил. Вот. И еще пиздец, какое эстетическое наслаждение получаю, смотря этот клип. И при этом тебя в атмосферу-то вкидывает. Я вот уже не первый, далеко не первый раз смотрю этот клип, но как же он берет атмосферой, блядь. Вот тебя в этот ужас прям, сука, кидает. Но в конце вот это вот госпел-пение, оно прям, блядь. Ну, в общем, слов нет, одни эмоции, действительно, да, как в знаменитом меме, очень клевый клип, очень клевый трек. И всем советую ознакомиться с творчеством группы. Слушай, да, анимация прям уровень, действительно. И это все... Это же все отсылка, опять же, к играм с периода PS1, PS2 ранних, да. То есть стилистика понятная, в принципе. Сейчас очень много хорроров в подобной стилистике выходит. И конкретно здесь, короче, художник, который над этим клипом работал, я его в Инстаграме нашел, запрещенной российской, там, блядь, запрещенной организации в России. Ну, мета запрещена, но мне похуй. Я обычный человек, Инстаграмом, ну, не пользуюсь, к сожалению, уже так активно. Вот, но тем не менее, да, короче, суть в чем. У Типов делал какой-то чел из Инсты вот этот клип полностью. Это на игровом движке создано, понимаете? То есть как заебались они с клипом, и как долго это делалось, блядь. Но это очень красиво выглядит, стилистически пиздато. И это еще ведь и один из первых клипов. Ну, это жесть просто. Так зайти уверенно, это прям круто. Вот, вот этот тип. Короче, вот этот Джек делал вот этот клип, поэтому shout-out to Jack for this video, bro. It's awesome as fuck. Уф, блядь, очень круто, очень круто сделано. Killjoys Never Die. Что это значит? Блядь, как же это, тупо сидеть и не шарить за лор этой группы, потому что, ну, я никакой реакции-то, по сути, дать не могу. Могу сказать, что мне не нравится музыка. Не в обиду, но, типа, вот, не люблю я такую музыку, к сожалению. My Chemical Romance. I'm not okay. I promise. Посмотрели. Слушайте, ну, клип, да, гастрольный, прикольный такой, достаточно аутентичный к панк-движухе. Прикольный панк-тречок, но я люблю хард-панк, поэтому мне здесь не очень зашло. У меня есть комикс солиста. Блядь, нихуя. Так это, наверное, блядь, дорого стоит раритет. Все-таки, как-никак, ё-моё, блин. Думаю, вам зайдет эта песня. Такой вот красивый клип, в котором у нас еще и появление Месаи есть, и The Alchemist. Ну, вообще, безумно красочный, красивый клип. Ну, даже не то чтобы красочный, а летний, позитивный. Прям солнышко, песочек, блядь. Как хочется вернуться в лето благодаря этой композиции, пиздец. Очень советую вам альбом Laughing So Hard It Hurts. Это великолепный альбом. Он всем зайдет. Независимо, любите вы хип-хоп, не любите вы хип-хоп, он точно вам понравится. Потому что там почти все треки в подобной стилистике очень светлый, позитивный, добрый. Так что очень советую вам этот альбом. Ну, а мы с вами отсмотрели на сегодня вообще все, что могли. Еще даже новое посмотрели, то, что выходило. Вот полный список того, что мы с вами сегодня увидели. Я вам лишний раз говорю огромное спасибо за то, что вы были со мной, за то, что вы донатили, заказывали свои треки. Мне очень понравилось посмотреть и послушать то, что нравится вам. Я надеюсь, у нас будет больше таких стримов. И я надеюсь, что и стрим с Мишей Сейном у нас получится. Поэтому, Миша Сейн, если ты это видишь каким-то образом, уж не знаю, я тебя, блин, жду, ё-моё, чтобы ты пришел и со мной послушал треки наших подписчиков. Как в старые добрые. Нужно тряхнуть этой стариной, мужик. Нужно ей тряхнуть. Ну, а вам я еще раз говорю огромное спасибо. Призываю, конечно же, подписаться на канал в Телеграме Свиша. Вот она, пожалуйста, ссылка с никнеймом. Пожалуйста, заходите, подписывайтесь, следите, слушайте, удовлетворяйте свои потребности в хорошей музыке и оставайтесь с нами.